Первенство вооруженных сил Российской Федерации по боксу среди юношей открылось в Сергиевом Посаде на базе спорткомплекса «Луч». В ближайшие дни на ринг выйдут 340 спортсменов из 40 российских регионов. Для нас большая честь, что второй год подряд руководство вооруженных сил, руководство Центрального спортивного клуба «Армин» позволяет нам принимать этот знаковый турнир, очень значимый для нас турнир, для наших ребят, для наших спортсменов, для нашей школы, для наших жителей в нашем городе. Михаил Токарев поблагодарил депутата Госдумы Сергея Пахомова, руководителя оргкомитета соревнований Олега Лисова и местных боксеров за вклад, который они сделали в общее дело возрождения этого вида спорта в нашем районе. Руководство Минобороны, учитывая уровень развития спорта в районе, доверяет нам проводить такие мероприятия. Впервые у нас, напомню, в том году, в сентябре была открыта вторая школа бокса ЦСКА в России, первая на базе Рязанского училища воздушно-десантных войск. Участвуют наши представители нашего района. Это семь человек. Будем за них болеть. Поэтому пожелаем им побед. Раньше подобные соревнования проходили на федеральном и региональном уровнях. Сергей Пасса становится площадкой для первенства второй год подряд. Депутат Московской областной думы Сергей Двойных отмечает, что турнир такого уровня большой плюс для нашего города. Благодаря этому турниру о нашей школе бокса, которая здесь открыта, знают уже далеко за пределами Московской области. Конечно, это мероприятие – это большой плюс и для спортсменов, и для зрителей, и для тренерского состава, который здесь встречается, общается, может обмениваться опытом. На открытие первенства приехали именитые спортсмены и тренеры. Начальник команды ЦСКА Александр Островский, заслуженный тренер России Константин Новиков, чемпион СССР Игорь Высоцкий. Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в Сергеевом Посадине впервые. На этот раз в роли судьи. Сегодня я служу в Центральном спортивном клубе армии, являюсь первым заместителем начальника ЦСКА. И, естественно, я не могу не посетить столь известный град, как Сергеев Посад, ну а тем более еще первенство вооруженных сил по боксу среди юношей. Конечно, у меня очень много коллег, товарищей наших известных олимпийских чемпионов по боксу, как Александр Лебзяк, другие наши ребята. Поэтому для меня огромная честь сегодня присутствовать на открытие этих соревнований, ну и, конечно, пожелать ребятам успешного выступления. Олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк уверен, пройдет время и в историю бокса войдет новый чемпион из Сергеева Посада. Абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин отметил высокий уровень внимания к разбитию спорта в Сергеевом Посаде и рассказал о своих первых шагах в спортивной карьере. В этом зале, именно в этом зале в Луче, я провел свой первый титульный бой, будучи кикбоксером на тот момент, за звание чемпиона России среди профессионалов. И также здесь находится Сергей Лавры, здесь мой духовный наставник. И это действительно мой второй духовный дом, моя родина, можно сказать. Бои продолжатся до конца недели. В субботу на ринг спорткомплекса «Луч» выдат претенденты на медали. Победители получат путевку на первенство России по боксу. Алена Ромашкина, Антон Коврижных, Евгений Шевченко. Тема.